Год экологии определил и тему дебатов. Экология и защита окружающей среды – это тема, как никогда, актуальна для Сочи. Курорт выполнил обязательство перед МОК по рекультивации свалок. Сейчас город активно ведет работу по выявлению нелегальных сбросов сточных вод. Море, по оценке экспертов, в Сочи чистое, но за его состоянием надо следить постоянно. Участники дебатов говорили о путях решения экологических проблем в дальнейшем. Всегда город Сочи славился Черным морем. Сейчас эта проблема существует, особенно в связи с тем, что у нас много частных гостиниц, которые сбрасывают отходы. Защита Черного моря – это серьезная программа. Включились наши депутаты Госдумы, наши коллеги, которые на сегодня продумывают, как эту программу грамотно реализовать и как выделять отдельной строкой средства, благодаря которым у нас будут сохраняться наши пляжи и наша уникальная флор-эфауна. У нас есть команда, есть программа, с которой мы могли бы в виде квеста приглашать школьников, студентов, молодое и старшее поколение, когда бы мы выходили на улицу и говорили, устраивали соревнования, потому на знание энергосбережения были задания, на знание о том, как можно сортировать правильный мусор. После выступления участники предварительного голосования отвечали на вопросы групп поддержки оппонентов. Это были первые дебаты. Завершаться они 21 мая. А уже 28 мая у всех сочинцев, независимо от партийной принадлежности, будет возможность принять участие в предварительном голосовании. Оно пройдет на 43 избирательных участках. Мы здесь показываем всем избирателям, всем жителям, желающим посмотреть, кого же подбирает партия «Единая Россия» на выборы, кого выдвигает, скажем, или собирается выдвигать. Дебаты помогают увидеть, скажем, мнение наших кандидатов по определенным, наиболее важным для жителей вопросам. Накануне прошли дебаты в Адлерском районе города. Кандидаты высказывали свое мнение на темы экономика и промышленность, ЖКХ и снаторно-курортный комплекс. Сами же выборы депутатов в законодательное собрание края пройдут в начале осени 10 сентября. Елена Австесина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.